То, чего вы могли не знать. Роль Финляндии в трагедии Холокоста. Такой след финские спецбатальоны оставили в Бабьем Яре. Здесь кричит кровь. Я хочу здесь попросить прощения за мою семью и за Финляндию. И на что в первую очередь стоит обратить внимание, изучая Киев с еврейской стороны? Прямо сейчас в нашем сюжете. Еврейский Киев. Его принято рассматривать под красивым культурным углом. Характерные улочки Подола, красивые синагоги, музеи и многие другие выдающиеся еврейские произведения архитектуры. Ежегодно в Киев приезжают сотни тысяч туристов из разных стран и городов. Многие, чтобы изучить именно еврейскую историю украинской столицы. Здесь же была когда-то самая большая черта оседлости по своей территории и по количеству евреев, которые проживали. Но у Киева СТ другая, не менее важная, но и в то же время не столь красочная и веселая сторона. И все чаще для туристов одним из первых пунктов в изучении города является Бабий Яр. Недавно мы рассказывали о новом приложении. В Украине разработали специальный аудиогид по территории Бабьего Яра с качественным звучанием, исторической сфоткой на нескольких иностранных языках. Ради того, чтобы эта история не была забытой и не оставалась тени. На специальную экскурсию приехала и эта группа из Финляндии. Важная экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями города Киева. И, конечно же, с таким знаковым важным местом, как Бабий Яр, где произошло такое огромное уничтожение еврейского народа. Здесь Киевский холокост, можно сказать. И, конечно, финнам это очень важно. Финны любят еврейский народ, очень уважают, чтут историю. Они хотят посетить вот это трагическое место Бабий Яр. Вы можете видеть в интернете фотографии. Они очень отличаются от этой местности. Но на самом деле это именно здесь. Немцы, когда уже отступали в 43-м году, по-моему, они пригнали рабочих из лагерей местных. Так сказать, заметали следы. Ну, понятно, что они не успели все сжечь. И люди, которых заставили эти поднимать останки и сжигать, сделали восстание здесь. Для Кирси Саари посещение Бабьего Яра было очень непростым. Ее отец был одним из тех, кто служил в финском добровольческом батальоне СС Викинг. Он служил в Украине в период с 1939 по 1941 год. Как раз в то время, когда происходили самые массовые убийства евреев. Несколько лет назад власти Финляндии сделали сенсационные признания. Финские солдаты-добровольцы СС участвовали в массовых убийствах евреев и других мирных жителей. До этого считалось, что финны не имели никакого отношения к Холокосту. Мой отец воевал в СС батальонах. Раньше он рассказывал, как они красиво гуляли, как солдаты, и как все было хорошо. В семье Кирси ни о концлагерях, ни об уничтожении евреев никто никогда не рассказывал. Но она продолжала настойчиво спрашивать. За несколько лет до его смерти я набралась смелости спросить его, что происходило в Украине. Он отвечал, да, я видел, что происходило. Их не считали за людей. Он сказал, я молился, чтобы мне ничего не надо было делать. Это все Кирси узнала незадолго до смерти отца. В конце жизни он не только снял покрывало молчания с темы Холокоста, но и раскаялся. Целой группой представители финской делегации молились возле памятника Минора в Бабьем Яре, чтобы как можно больше людей, причастных к Холокосту, а также их потомки, раскаялись в содеянном. И чтобы эта трагедия больше никогда не повторилась. Трагедия Холокоста может не касаться вас напрямую, но вы можете чего-то не знать или даже не догадываться, что кто-то из ваших близких или родных, например, мог быть причастным к этим преступлениям. Холокост – это не чужая история.